ПЕСНЯ Здравствуйте! В эфире передача «Православный календарь». В сегодняшнем выпуске мы расскажем о самом главном празднике православных верующих – Пасхе. О том, как альметьевцы готовились к этому дню, о том, как отметили светлый праздник, о том, как прошла пасхальная неделя, а также о событиях, назвать которые можно не иначе, как чудом, расскажем прямо сейчас. А также поговорим о подробной истории настоящей жемчужины православия в Альметьевском районе – Казанском кафедральном соборе. Предваряет светлое Христово воскресенье Страстная или Великая Пятница – день, когда верующие вспоминают о казни Иисуса Христа. Церковь призывает в этот день соблюдать строгий пост. Многие верующие вообще отказываются от пищи. А еще в этот день православные христиане готовятся к празднику Пасхи, красят яйца и пекут куличи, прибираются дома. С раннего утра Наталья Анатольевна хлопочет по дому, сначала прибралась к квартире, и вот настало время для самого приятного приготовления – покраски яиц. Красит яйца Наталья Анатольевна по старинке – луковой шелухой. Чтобы и деткам не вредно было. Но это самое главное, как сказать, что Бог с нами, и Бог нас всегда сохраняет. И мы радуемся, что вот пятница, вот сегодня такой день, пятницу, как бы вот распяли Христа. А в воскресенье Он уже вот воскрес, Он погиб, и потом Он воскрес. И нам очень это, ну, Он с нами, Бог нас всегда согревает, радует. И, конечно, главным украшением стола становятся пасхальные куличи. Их печет мама Натальи, Галина Яковлевна. Готовят по особому рецепту. Ну, у каждой хозяйки свой секрет. Мы ставим тесто, дрожжевое тесто, яички ложим, на молоке, конечно. Ну, масло ложим. Мы делаем гоголь-моголь, покрываем, посыпку делаем, чтобы было красиво и приятно для детей, для взрослых. На следующий день верующие несут приготовленные куличи и пасхальные яйца в церковь. В субботу в храмах проходит освящение пасхальной выпечки и яиц. А в воскресенье хозяйки с нетерпением ждут гостей, детей и внуков. Светлый праздник Пасхи в этой семье особо любим. За пасхальные лакомства, что будут на столе в светлое Христово Воскресенье. И, конечно же, за особый смысл, что объединяет всех православных верующих. Праздник близко. До наступления светлой Пасхи всего несколько часов. У собора Казанской иконы Божьей Матери люди собираются уже давно. Это самая долгожданная ночь в году для всех православных верующих. Позади Великий Пост и Тихую Субботу венчает большое пасхальное богослужение. С каждой минутой все ближе и ближе торжественный момент. Момент, когда все православные христиане узнают благую весть. Спасителя Воскрес. Говорят, что этот праздник наполняет душу православных особым торжеством. Многие признаются, ждали Пасхи с нетерпением. Утянутся верующая семья, каждый год отмечаем. Просим яйца, раздаем деткам, если они приходят к нам. Светлое настроение, такой великий праздник. Благодать какую-то, ну как возрождение какое-то. Верхний храм Кафедрального собора вмещает примерно тысяч человек, и по большим праздникам он всегда заполнен. Храм празднично принарядился на иконах цветы, да и сами священнослужители в праздничных облачениях. Уже после полуночи, взяв хоругви и иконы, священнослужители и православные по традиции совершили крестный ход по ближайшим улицам. Его участниками стали сотни православных альмитевцев. Пасхальная служба продлилась до четырех утра. Звон колоколов ознаменовал победу Иисуса Христа над смертью. Дорогие братья и сестры, хотелось сегодня всех поздравить с величайшим праздником, который мы называем праздник всех праздников – Пасхой Христовой. Этот день, когда мы прославляем воскресшего Христа из мертвых, когда небо и земля ликуют и торжествуют, радуясь этому великому событию в истории человечества, Христос воскрес и тем самым умертвил жало смерти, если до Его воскресения и праведники, и грешники не могли сподобиться Небесного Царства, то Христос Своим воскресением отверз вратам Небесного Царства и дал возможность людям, которые живут праведной жизнью, сподобиться небесных благ и быть с Богом вечной жизнью. И для всех нас, православных христиан, Пасха Христова является самым большим событием, самым большим праздником. Каждый год тысячи верующих в эти дни становятся свидетелями самого настоящего чуда – огня, который не обжигает и о чудесных свойствах которого сложены легенды. В день празднования Пасхи чудесный благодатный огонь из Иерусалима был доставлен в Альметьевск. По рассказу священнослужителей, он чудесным образом сошел в Великую Субботу в Иерусалимском храме Гроба Господня. Потом спецрейсом был доставлен в Москву, а оттуда разошелся по всем епархиям России. Доставили огонь и в Альметьевскую епархию. Благодатный огонь имеет особые свойства – он не обжигает. И только через некоторое время огонь приобретает естественные свойства. Как раз благодатный, он само слово за себя говорит. Благодать на всех людей нисходит. Слышала, что зажигается в горах где-то и потом раздается всем. Легкость в целом. Как-то охота находиться, ребенку нравится у нас здесь бывать. А желания у всех разные, но главное, что они добрые. Чтобы здоровья побольше, счастья, благополучия. Хотела бы сама изменить в лучшую сторону. Все свои плохие качества охота изменить. У каждого, наверное, есть какие-то недостатки. Вот мне хочется измениться. Пасхальные торжества продолжались в течение всей недели. Ее называют Пасхальная Святая Неделя или Светлая Седмица. В это время принято делиться радостью, ходить друг к другу в гости, поздравлять друзей и близких и помогать нуждающимся. Так сделали священнослужители. Они навестили тех, кому больше всего нужна поддержка, в том числе и духовная. Священнослужители в церковных облачениях здесь встречают с удивлением. Епископ Альметьевский и Бугульминский владыка Мефодий в сопровождении сестер милосердия обошел все палаты центральной районной больницы. Зашли даже в палаты интенсивной терапии и реанимационное отделение. Божьей помощью всех благ. И чтобы воскресший Христос помогал вам в несении вашего жизненного креста. Мы все несем свой крест, правильно? И мусульмане, и православные. Раисе Сазоновой накануне снился сон, что приходит в больничную палату батюшка и успокаивает ее. И кто бы мог подумать, что сон окажется вещем. Какое это для меня счастье. У меня такая надежда, что мама у меня отсюда сама пойдет на ногах. Яйцо – это куличик, это конфеты. Это все то, что вроде бы хотя бы немножко согреет их душу, а мы подарим им любовь. Это главное для нас. Очень желаем, чтобы больные, как говорится, выздоровели, быстренько выписались. Мы только рады и призваны для того, чтобы им помочь в чем-то. Священнослужители убеждены, молитва ускоряет выздоровление человека. Именно с этой целью в давние времена при госпиталях строились больничные храмы. Совсем скоро в стенах центральной районной больницы появится свой собственный храм имени Ксении Петербургской. Уже выделено отдельное помещение, остались последние штрихи до его открытия. Открытие храма запланировано на 6 июня этого года. В этот же день радостным пасхальным приветствием священнослужителей встречали в Альметьевском детском доме. Его обитатели приготовили для гостей концертную программу. И уже после перешли к самой приятной части встречи. Держи, держи, держи. К нам приехали наши, можно сказать, друзья. Мы хотим сказать огромное спасибо за то внимание, которое они нам уделяют, за ту заботу, которую окружают наших ребят, за те гостиницы и подарки, которым дети, конечно, очень рады. А завершаются пасхальные торжества на Красную Горку. Так в народе называют первое воскресенье после Пасхи. С давних времен этот праздник, который приходится на первое воскресенье после Пасхи, был днем народных гуляний, веселья, песен и хороводов, символизирующих окончательный приход весны. По такому случаю в нашем городе был проведен пасхальный фестиваль. Да, считаю, очень важно для молодежи. Это учит их добро, действительно воспитывает в них духовность. И да, все-таки молодежь делает добрее намного, что и учит добрым поступкам. Участники фестиваля смогли поздравить друг друга завершающейся пасхальной неделей, а также снова полакомились главными пасхальными угощениями – куличами и крашенными яйцами. Пасхи – это такой праздник веселый, забавный. Мы с Савериной пошли к бабушке с дедушкой, они нам дали конфетки. Я пошла домой, и я поделилась с воспитательницей. Альметьевцев в этот день развлекали танцевальные и вокальные коллективы воскресных школ Альметьевска и ближайших районов. Их воспитанники тем временем рассказали нашей съемочной группе о том, чем привлекает их занятие в воскресной школе. Во-первых, это история церкви, это замечательные уроки, это пасхальный календарь и многие интересные предметы. Все, можно сказать, из жизни, из церкви, можно много о ней узнать. Мы узнаем больше о Боге, изучаем разные молитвы, учителя, общение, все нравится. Там нужно уважать родителей, нельзя их обижать, это большой грех. В октябре 2000 года было принято решение о строительстве в Альметьевске храмов в честь Казанской иконы Божьей Матери. Так начинается история самого величественного храма Альметьевского района. В 2014 году указом святейшего патриарха Кирилла он был переименован в Казанский кафедральный собор. Этот грандиозный двухпрестольный собор входит в число самых больших в Пополжье. Он состоит из двух этажей. Верхний храм посвящен Казанской иконе Богородицы, а нижний – святым женам мироносцам. Это главный храм нашей епархии, и здесь совершаются самые торжественные, самые значительные праздничные богослужения. Почетное место в соборе занимают особые святыни, почитаемые иконы. Одна из таких образ преподобных Сергия и Германа Валаамских чудотворцев. Эта икона была написана монахами Валаамского монастыря по нашей просьбе, с благословением Владыки Панкратия, наместника Валаамского монастыря, который находится на севере России, в Карелии. И монахи трудились на протяжении практически года, работая над этой иконой. В числе особо почитаемых и образ иконы Грузинской Божьей Матери. Этот образ иконы Грузинской Божьей Матери был подарен в 2012 году грузинской диаспоры, как и нашего города Альметьевска, так и города Казани. Совместно они эту икону заказали в Раимском Богородицком монастыре, где особо почитается икона Грузинской Божьей Матери, и подарили нашему храму. И бесспорно главной святыней собора является образ Казанской иконы Божьей Матери, находится на особым месте в храме. Этот образ был подарен святейшим патриархом и непокойным Алексеем II в тот год, когда собор был освящен в 2007 году. Эта икона особо почитаема многими прихожанами нашего храма и теми, кто приходит просто для того, чтобы помолиться в наш храм и поставить свечу. И именно идут к этому образу. Иконы старинные, это примерно начало 18-го столетия. Звонница собора состоит из 11 колоколов, самый большой из которых весит 1350 килограммов. На первом этаже, кроме церкви, размещены также воскресная школа, трапезная, кухня и подсобные помещения. Настоящей достопримечательностью нефтяной столицы является не только Казанский кафедральный собор, но и сама соборная площадь. С недавних пор это место пополняется новыми культовыми объектами. В 2014 году на площади была построена и освящена часовня в честь Сергия Радонежского. И ее открытие было посвящено 700-летию со дня рождения преподобного. Некоторое время спустя на площади было открыто здание епархиального управления. Это событие стало поистине новой страницей в жизни епархии. И еще одна достопримечательность соборной площади – памятник патриарху Ермогену. Он, как бессменный страж, установлен на западной стороне Казанского кафедрального собора. Этот святой, можно сказать, положил свою жизнь за наше Отечество. И он засвидетельствовал свою веру, свою любовь к Отечеству именно своим жизненным подвигам. Это была передача «Православный календарь». Встретимся с вами в эфире ровно через две недели. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»